Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Первый снег. Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Финансовая подушка безопасности. Как не остаться в будущем без пенсии, разъясняет руководитель пенсионного фонда Анапы. Медицина в села. В хуторе рассвет завершается строительство офиса врача общей практики. Снег в Анапе в ноябре – большая редкость, но город готов к непогоде. Полтора десятка специальных машин ждут своего часа и готовы выехать на улицы и трассы города-курорта в случае снегопада. Городские службы держат ситуацию под контролем и готовы действовать, исходя из реальной обстановки. Это комплексная дорожная машина, предназначенная для обслуживания дорог в зимнее время. Бункер с пескоразбрасывателем, отвал для снега. Машины прошли обслуживание. Коммунальщики заготовили порядка 800 тонн песко-соляной смеси. Последние зимы песко-соляная смесь оставалась. Но помню, были зимы, когда приходилось добирать. У нас все готово. При команде через полчаса мы будем уже на трассе. В распоряжении компании есть специальный трактор для расчистки пешеходных дорожек. В мэрии провели дополнительную работу с управляющими компаниями. Управляющие компании точно так же приобрели песко-соляную смесь. При первом же выпадении снега будут задействованы все силы, которые есть. Дополнительно у нас закреплены дополнительные сотрудники за объектами социальной сферы, чтобы помогать дворникам в случае сильного снегопада. То есть работа эта ведется. В муниципалитете порядка 189 километров трасс, которые находятся в ведении государства. Их также обслуживает отдельное предприятие. У дорожников есть запас песко-соляной смеси порядка 2000 тонн. С 15 ноября они дежурят в круглосуточном режиме. Дороги между населенными пунктами контролируются в режиме реального времени. Вся информация стекается диспетчеру. Постоянно отслеживают погодные условия и состояние дорожного покрытия. Проводится постоянное патрулирование наших дорог. И в случае выявления каких-то ухудшений сразу происходит реагирование. Галолед, ухудшение погоды. Если мы видим, что температура приближается к нулю, мы производим превентивную обработку. Не дожидаясь мороза, мы обрабатываем поверхность. В специальных службах говорят, что внимательно следят за прогнозом погоды и готовы к любому развитию событий. По прогнозам синоптиков, снежный циклон продержится на Кубани до конца недели, а к выходным снова ожидается потепление. И к другим новостям. На финишной прямой ввести в эксплуатацию офис врача общей практики в хуторе рассвет и подключить здание к коммуникации. Глава НАПО оценил завершающий этап стройки и дал поручение на аппаратном совещании в администрации. Свыше 9,5 миллионов рублей направлено на строительство офиса врача общей практики. Благодаря участию муниципалитета в краевой программе реализуется этот социально значимый проект. Работы должны завершиться в этом году. Когда вы сделаете? Ну я планирую числа 7 декабря. Вам же лицензировать надо? А начинали какие-нибудь работы? А пока документы все не получат. То есть нам будут эксплуатации? Конечно. Без этого не будет. Роспотреб же там. Роспотреб верно. Но вообще людьми как это воспринимают? Очень хорошо. Да? Очень. А сейчас где специалисты работают? Пока и в амбулатории работают. Амбулатория он ждет, врач когда в эксплуатацию идет. Появление нового лечебного учреждения ждут более 3000 жителей. Утро в рассвет, заря и Тарусин. Пока за медицинской помощью им приходится обращаться в Гайкодзор. Не ближний свет. В рассвете откроют дневной стационар, процедурный кабинет, кабинет УЗИ. Принимать пациентов будет врач общей практики. Он будет вести прием по 7 специалистов. По 7. И в этой конкурсии не амбулатория. И в перспективе освобождается сеть пап. Это же тоже наше здание. И мы его можем, если будет решение такое принято, под жилье, врача использовать. На аппаратном совещании глава курорта поднимает тему подключения нового здания, коммуникация. Для отделочных работ нужно тепло. Сегодня там привезли электрический генератор 32 кВт. Он отапливает, все нормально. И воду запустили уже по постоянной степени. Поэтому подайтесь. Сергей Сергеев дает поручение подготовить документы для ввода здания в эксплуатацию. Это, в свою очередь, даст возможность подключиться к сетям и начать оформление лицензии на лечебное учреждение. Назначение пенсии достаточно сложный процесс. Это особенно касается оценки документов, подтверждающих стаж работы. Для того, чтобы качественно подготовить полный пакет документов для правильного назначения пенсии, гражданам не нужно дожидаться календарной даты наступления пенсионного возраста, а обратиться в пенсионный фонд заранее. Очень часто бывает так, что по вине недобросовестных работодателей с оформлением документов возникают весьма серьезные проблемы. За назначением трудовой пенсии по старости имеют право обратиться мужчины, достигшие 60 лет, и женщины 55, при наличии не менее 7 лет страхового стажа. Именно в этот момент обращения потенциальные пенсионеры часто сталкиваются с серьезной проблемой, когда всю жизнь трудился добросовестно, а заслуженные пенсионные выплаты не полагаются. Особенно тяжело придется тем людям, которые работали и продолжают работать у частных предпринимателей без оформления по трудовому законодательству. Действует система индивидуального персонифицированного учета. Если вам сделают запись в трудовой книжке или дадут договор хоть с тремя печатями, но при этом в пенсионном фонде за этот период будут отсутствовать сведения о стаже, зарплате, начисленных взносах, уплаченных налогах, то этот период вам засчитан в трудовой стаж не будет. В то же время, если вы не предоставите трудовой договор, не предоставите трудовую книжку, а вместе с тем на лицевом счете у вас такая информация будет, то обязательно этот период будет взят при расчете вашей пенсии. Впрочем, выяснить, начисляется ли пенсия и передает ли данный работодатель весьма просто. Достаточно зарегистрироваться на сайте Пенсионного фонда России или Госуслуг. В личном комбинете отображены все данные о перечислениях, которые были сделаны раньше. При помощи специального калькулятора можно вычислить, какая пенсия положена человеку на данный момент. Но самое важное то, что здесь можно отслеживать количество баллов и свой текущий стаж. Это в первую очередь касается людей среднего возраста, ведь в 2025 году условия при выходе на пенсию изменятся. С 2025 года для того, чтобы выйти на пенсию по старости, нужно будет иметь стаж 15 лет и 30 баллов. Что такое балл? Стаж понятно, а что такое балл? Значит, заработная оплата, получаемая в размере МРОТа, минимальный размер оплаты труда, в течение всего года дает 1 балл. Вы можете уже сориентироваться, какую зарплату нужно получать для того, чтобы накопить эти баллы и стаж и получить право для выхода на пенсию. К сожалению, так сложилось и у разных обстоятельств, что неформальная занятость – это такое явление, достаточно распространенное в нашей стране. Теперь же таким гражданам предложено задуматься, потому что, не имея нужного объема стажа, количества стажа и баллов, гражданин будет выходить на пенсию на 5 лет позже. В первую очередь о будущих выплатах стоит задуматься молодежи. Ежемесячный контроль за пенсионными поступлениями в личном кабинете – это единственная возможность следить за отчислениями работодателя. Более подробную информацию можно узнать на сайте Пенсионного фонда. На Кубани создан туристический кластер «Абрау-Утриш». В рамках проекта предполагается развитие курортной зоны, объединяющей Новороссийск и Анапу. Планируется возведение нескольких оздоровительных комплексов в Анапе. Для обеспечения территории необходимой инженерной инфраструктурой на Пионерском проспекте построен новый канализационный коллектор общей протяженностью 11,5 километров. В поселке Мысхака уже создан галичный пляж, способный одновременно принять более 2,5 тысяч человек. Для дальнейшего развития курортной зоны планируется реконструкция магистрального водовода в поселке Витязево, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства по курортам и туризму Краснодарского края. В кластер «Абрау-Утриш» уже входят три работающих гостиничных комплекса, построенных на средства частных инвесторов. Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь» в поселке Витязево, спа-отель «Давиль-отеллен-спа» в Анапе и гостиничные оздоровительные центры с рестораном «Круглое озеро» в поселке Абрау-Дюрсу. В администрации состоялось расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В нем приняли участие директора школ, представители казачества, заместители глав администрации сельских округов, а также представители территориального общественного самоуправления и Советов общественности сельских округов и микрорайонов города. Как доложила начальник управления по делам несовершеннолетних Инна Анохина, преступность среди несовершеннолетних за 10 месяцев текущего года возросла. Всего преступления совершили 33 подростка, из них 27 школьников. Не во всех образовательных учреждениях на должном уровне ведется профилактическая работа. Задача всем школам этому вопросу уделять больше внимания, в том числе активнее обеспечивать занятость школьников в неурочное время. Но и не забывать следить за посещаемостью, чтобы дети не пропускали уроки без уважительной причины. Ребенка нет на уроке. Я понимаю, что воспитатель Ники должен стоять, образно выражаясь, где-то по двери, и смотреть, где эти дети. Но если на уроке нет ребенка, мы почему не бьем тревогу? Ставим энночку и забываем об этом. Нам нужно сегодня узнавать, где наши дети находятся. Всего в Анапе на всех видах профилактического учета состоит 109 несовершеннолетних. 29 семей находятся в так называемом опасном положении. К ним должно быть особое внимание. Кроме того, подняли тему опасности, которую кроют в себе социальные сети, где, общаясь с незнакомцами виртуально, впоследствии дети могут стать реальными жертвами преступников. В этой части также необходимо проводить разъяснительную работу не только с детьми, но и с родителями. Мы на прошлой неделе возбудили уголовное дело на статье 17 распространение сведений, составляющих частную жизнь. Суть такая. Несовершеннолетняя девочка, зарегистрированная в сети ВКонтакте, под давлением, причем под жестким прессингом неустановленного лица, предоставляла ей свои фотографии в неглиже. Соответственно, это неустановленное лицо, впоследствии вы выложиваете фотографии в сети интернет. Вы проводите разъяснительную беседу со своими учащимися, чтобы по возможности они не регистрировались в социальных сетях, потому что социальные сети не ставят ни фильтры, ни барьеры для вот таких фотографий, для постов. А чтобы дети не уходили в интернет, им нужно организовывать интересный досуг. В том числе и для этих целей на заседании было решено проработать вопрос создания студенческих объединений правоохранительной направленности. Также Людмила Мурашова поручила закрепить за тренерами детских спортивных школ несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в комиссии. А я напоминаю, что наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Юрий-2» Субтитры создавал DimaTorzok